И душе моя, Господа, и вся внутренняя моя, имя Святое. Христос Воскресе! Уважаемые дамы и господа, дорогие отцы, братья и сестры! Прошла самая радостная седмица в год. Это самая радостная седмица, это пасхальная седмица. Потому что на этой неделе особые радостные службы. И особенно, когда мы встречаем друг друга, мы приветствуем друг друга словами «Христос Воскресе!» и отвечаем «Воистину Воскресе!». Мы будем христосоваться до вознесения нашего Господа Иисуса Христа. Вчера у нас был тоже радостный праздник. Мы отмечали вчера победу нашей великой Родины над фашизмом. И мы до сих пор этот праздник чтим его, в своих сердцах вспоминаем. И я хочу вас всех поздравить с Днем Победы нашей великой Родины. И вот сегодня, дорогие мои, праздник, или как мы называем, радовница. Радовница – это происходит от слова «радость», «радоваться». Что это означает? В течение Пасхальной Седмицы, в течение первый день Пасхи, мы в храме не поминаем за… Мы можем молиться только при себе, можем давать записку о упокоении. А так, во время службы нет ектении усопших, нет панихиды. Вот потому что все мы радуемся. Но мы можем радоваться и с нашими братьями, которые уже ушли из этой жизни. Потому что они тоже радуются в воскресенье нашего Господа там, которые вот… Они радуются вместе с нами. Но Церковь установила такой обычай, что вот в День Радоницы, вот на Второй Седмицы после Пасхи, День Радоницы всегда во вторник праздновается, отмечается. В этот день совершаются особые молитвы об упокоении наших близких. И мы, конечно, в этот день должны в первую очередь пойти в храм, посетить храм. Не только посетить, а молиться там, заказывать панихиду, дать записку об упокоении всех тех усопших, которые ушли, и близких нам люди ушли из этой жизни. Церковь молится за всех людей от начала времени. Мы должны, конечно, посетить кладбище. Мы можем даже, ну и на пасхальной неделе посетить, но мы можем там что-то убирать, чтобы было чистенько у могилы своих близких, своих родственников, своих родителей. А главное, чтобы молиться за них, потому что они ждут наши молитвы. Мы знаем уже из истории церкви, что есть многих откровений, что многие те, которые ушли из этой жизни, если они находятся даже в аду, то по молитвам церкви они спасаются, Господь оттуда их освобождает. Мы не должны плакать, потому что слезы им не помогают. Мы не должны сделать какие-то пиршества. Мы не должны, как у нас есть обычай, что на кладбище накрывают такие столы, что ломается от всего, там идут просто настоящие выпивки, а это никуда не годится, это очень плохо. Наши братья, которые ушли, они в этом не нуждаются. Если можем, подавать милость, они хотя бы яблоко взять, подарить. И вы знаете, он один раз упомянет вот тот, который получил даже яблоко от нас, от вас. И уже для наших братьев, которые ушли из этой жизни, для них очень радостно, потому что они это ждут, ждут наши молитвы и ждут наши милости. В пасхальной седмице вот сегодня мы молимся друг о друге, поэтому эта радость, и они радуются вместе. Мы радуемся вместе с нашими ушедшими братьями о воскресении нашего Господа Иисуса Христа, потому что Господь всех нас так ждет. Мы все уходим отсюда не сразу, не вместе все, когда приходит каждому из нас время, когда призывает Господь, но мы все должны пройти через этот путь, через смерть. Но придет время, когда все воскреснут, потому что в день Пасхи, когда Господь был распят, то Он находился телом во гробе, а душой Он находился в ад, откуда Он вывел оттуда многих праведных людей Ветхого Завета. По воле Божьей, по силе Божьей каждый человек воскреснет для вечной жизни, потому что грешит и душа, и тело, поэтому они должны нести ответственность. Но для того, чтобы было нам хорошо в том свете, мы должны молиться о тех, которые ушли отсюда, а они будут молиться о нас. И вот в этом и есть радость сегодняшняя, что мы молимся друг о друге. Так что я вас поздравляю с этим днем, памятным днем Радоницы. Пусть, чтобы этот день был у нас всегда в памяти, потому что мы должны радоваться только Боге, о воскресшем нашем Господе Иисусе Христе. Так что Христос в воскресе, и поздравляю вас с великой Радоницей. И спаси вас, Господь, всех в добром здравии. И пусть благословение Господне будет всегда над вами, всегда, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. И душе моя Господа, и вся внутренняя моя имя Святое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова